Я знаю и знаю до сих пор каждое дерево на этой улице. Я знаю, когда и кто спилил деревья, как там стояли крупные вековые деревья. Их уничтожают. То, что уничтожается зеленая зона города Воронежа, я немножечко скажу, это катастрофа. Центр теперь, карман. Предложение у жителей только одно – не делать проезжей части. Ни одна машина, кроме спецмашин, причем, это, наверное, 4 категории только спецмашин. Скорая помощь, пожарная, газ и все. А, полиция, извините. Полиция. Водопровод, фигатор, канализация, связанная. То есть обслуживающая сеть. Обслуживающая. А все, что привозят товары и прочие машины, это уже не спецтехника, которая должна лежать. Еще один момент. Позиция, хотите ли вы этого или нет, но там тоже хотят жить люди в этом месте. Ну, давайте выселим нас и поселим тех, кто хочет жить в этом районе. Это звучало неуважительно, уважаемые застройщики. Теперь. Все хотят жить, и я согласна, в этом районе он комфортный, удобный, старый купеческий центр, который превращается сейчас в балаган. Уже нет. Полный балаган. Когда такую махину начинали проектировать, я домохозяйка. Но по одному фундаменту можно было понять, что здесь будет много квартир, и что по меньшей мере в каждой квартире, по меньшей мере сейчас, по одной машине. Центр сейчас стоит весь до 6 часов с 10. Центр стоит. Вы знаете сами, если вы перемещаетесь на машинах, и эту махину ставить на Карла Маркса, это утопия. Это катастрофа. Это катастрофа. Теперь Карла Маркса. Не делать проезжие части, никаких карманов не делать, потому что если пролезет одна машина, пролезут и другие. Я сама водитель, я это знаю. Это психология. Теперь, вот этот карман, который сейчас расчистили, сейчас расчистили, он расчистили, он сейчас заморожен, я сейчас прошла специально перед встречей, он будет убран. Хорошо, хорошо. Посмотрим. Там не должно быть никаких машин, никаких, никаких стоянок, никаких фитнес-центров. Хорошо. 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 Продолжение следует...